Присаживайтесь, начнем обсуждать тему, которая с моей точки зрения, а моя точка зрения, точка зрения чиновника, который работает в архитектурной среде. Проблема, которая мне представляется крайне важной по роли муниципального главного архитектора и формирования, опять же, как мне представляется, новой роли, не той, которая есть сейчас. Откуда такие размышления? Ну, наверное, из-за воспоминаний. Когда был Советский Союз, был Госплан, как вы помните, который планировал практически все. Он распределял средства по территории, планировал места приложения труда. Места приложения труда формировали, собственно говоря, количественные и качественные населенные пункты, которые формировались вокруг этих населенных пунктов. Все планировалось и, соответственно, роль муниципального в то время районного архитектора, она была абсолютно понятна. Нужно было те показатели, которые, плановые показатели, которые установлены федеральными органами власти через областной уровень, реализовывать через все привычные документы директорального планирования районного уровня. Наши предшественники, здесь вот среди нас находится Григорий Васильевич Мазаев, который проработал огромное количество лет главным архитектором Свердловской области. У него был план по обеспечению районов генеральными планами. Он смотрел в этот план, соответственно, выдавал задания на разработку генеральных планов. Они разрабатывались на той основе, о которой я проговорил. И торжественно вручал району градостроительную документацию для их дальнейшей жизни. Ситуация, начиная с 90-х годов, как мы все знаем, она кардинально изменилась. Первое, что случилось, это исчез генплан. Ну, не знаю, грустить или не грустить, но это означает, что принципиально изменились исходные данные для работы сначала главных архитекторов района, а потом они стали главными архитекторами муниципалитетов. То есть, те исходные данные, по которым формировалась градостроительная документация районного уровня, они, собственно говоря, все ушли в поле размышлений муниципалитетов. Муниципалитеты стали сами писать свои стратегии социального развития. Эти стратегии начали каким-то образом пытаться осмыслить и переработать в новые генеральные планы. Хотя, надо, так сказать, для справедливости сказать, большинство муниципалитетов продолжало и продолжает пользоваться теми генеральными планами, которые были наработаны в советские годы, скажем так. Но потом вышел градостроительный кодекс, который предписал разработать весь комплекс муниципальной, теперь уже градостроительной документации заново. Мы все с вами, кто давно работает, прошли через эту стадию. Два раза переносили срок окончательного завершения работ по разработке генеральных планов. Но потом наступило 31 декабря 2013 года, так сказать, через дату, через которую никто не имел права переступить, иначе были бы наложены санкции, ограничивающие выдачу разрешений на строительство на территории данного муниципалитета. Вроде бы в таком описательном виде все не страшно, все как происходило, так и происходит. Но очевидные, тем не менее, есть вещи. Во-первых, уровень разработки генеральных планов нам, законодательство, теперь, нам имеется в виду органов региональной власти, предписан по контролю исключительно в части наличия федеральных и региональных объектов. Все остальное региональные органы, в общем-то, не должны видеть и вопросов не задавать. Я, наверное, по оценке качества генеральных планов на этом, нет, наверное, не остановлюсь все-таки. Вот с 2013 года мы, в общем-то, счастливо жили, думая, что у нас в шкафах, в муниципалитетах лежат достаточно хорошие генеральные планы. Но наступил 2017-2018 год, когда поставили задачи, ну, пара, по крайней мере, задач, которые имеют отношение к качеству генеральных планов. Ну, наверное, можно вспомнить в данном случае начавшиеся процессы по установлению границ муниципалитетов, границ населенных пунктов, границ территоральных зон и так далее, и так далее. А границы ставятся, собственно говоря, на основании всего утвержденных генеральных планов. И регистрационные органы, они внимательно начали смотреть в генеральные планы, как нарисованы там границы, как они подсчитаны. И если что-то не соответствует, то, соответственно, такие границы не ставятся. Вот эта катастрофа еще, в общем-то, не наступила, но, тем не менее, она назрела совершенно конкретно, так сказать. Потому что нам государство сказало, что мы до, могу цифру ошибиться, до 2021 или 2022 года должны поставить все границы населенных пунктов, зарегистрировать все границы населенных пунктов. Ну, про, наверное, этого показателя и достаточно. Это первое, что очевидно, так сказать. Второе, что очевидно, фактически во многих муниципалитетах снизился уровень, служебный уровень главных архитекторов. Не знаю, как в других регионах, но на территории Светловской области это, в общем-то, очевидный свершившийся факт. Большинство муниципалитетов на территории Светловской области имели отдельные службы архитектуры. Главный архитектор возглавлял эту службу. Ну, она была разная в разных муниципалитетах. Большая, маленькая, это зависит от территории, от многих факторов. Но, тем не менее, система была в общем-то понятна. В настоящее время очень многие главные архитекторы там, где сохранились должности главных архитекторов, входят в состав других служб. В лучшем случае это службы по муниципальному имуществу, либо землюстроительные службы, либо еще что-то такое. То есть, очевидно, что снизился статус главных архитекторов в муниципалитетах. Собственно говоря, вот можно долго перечислять, наверное, и я не буду, как спикер, перечислять все качественные, делать окончательную качественную оценку. Иначе я возьму, все время заберу нашего мероприятия и буду долго-долго нудно рассказывать. Ситуацию по Свердловской области я знаю, но, тем не менее, точнее, результат этих раздумий привел к чему? К тому, что мы решили, что дело спасения утопающих, это дело спасения утопающих. Если федеральные органы власти не дают нам никаких ориентиров, так сказать, ну, может быть, за исключением решения или поручения президента Российской Федерации о подчинении главных архитекторов регионов непосредственно главам регионов, да, это случилось по всей стране в той или иной форме, а на муниципалитетах это не отразилось вообще никак. Это, так сказать, другой уровень, другая ответственность и так далее. И вот, готовясь к очередному форуму 100+, мы не могли, так сказать, не заявить вот данную тему. Да, она у нас носит весьма такой условный характер, уральская градостроительная школа. Собственно говоря, это такое условное определение, оно не случайно выбрано, оно ориентировано на федеральные уровни власти, по крайней мере, по двум соображениям. Одно из них – это наличие в Свердловской области мощной традиции по обучению кадров градостроителей, архитекторов и так далее, и так далее. Поэтому мы не могли, так сказать, не сказать, что это уральская школа, так как мы всегда пользовались понятием уральская архитектурно-градостроительная школа. И второе, может быть, здесь второй фактор, который воздействовал на название, это все-таки акцентировать, что это градостроительная проблема, исключительно градостроительная, не весь комплекс архитектурного образования, а комплекс градостроительный. Наверное, можно было бы решиться, уточнить это название, что это имеет отношение исключительно к муниципальной службе, где служат главные архитекторы. И еще, так сказать, еще у нас есть такой недостаток в нашем названии, что эта тема, по сути, имеет отношение к, скажем так, обычным муниципальным образованиям. К числу необычных, я на территории Свердловской области могу отнести фактически только три муниципалитета. Это город Екатеринбург, это город Нижний Тагил, и, наверное, можно Верхнюю Пышну к этому причислить, так сказать, Сонну в нынешних условиях. Это не зависит даже от размера города, это зависит от бюджета городов, где есть спрос на ресурсы внутригородские, там проблем у главных архитекторов нет. Вот тех самых проблем нет, я имею в виду, которые есть в малых муниципалитетах, где любая градостроительная деятельность исходит из ситуации, когда нет спроса на те ресурсы, которые есть в муниципалитете. Нет спроса на ресурсы муниципалитета, нет окончательных или четких расчетных основ для расчета генерального плана, непонятно, что будет с экономикой, непонятно, что будет в социальной сфере и так далее, и так далее, и так далее. Очень много непонятных вопросов, которые у нас являются исходными данными для разработки документов территориального планирования. Собственно говоря, все наши заботы именно об этом коллективе главных архитекторов, которые несут конкретную тяжелую службу в самых обычных муниципальных образованиях, в которых дела весьма непросты с точки зрения, прежде всего, экономики, во вторую очередь, с точки зрения социологии, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, наверное, в качестве вступительного слова я бы закончил. И начали доклады спикеров, которых мы пригласили на данный круглый стол. Ну, начну и не могу не начать с доклада президента Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, Народного Архитектора и прочего, и прочего, и прочего нашего лидера, нашего профессионального сообщества, Кузьмина Александра Викторовича, понимая, что он будет размышлять на наиболее обобщенном уровне роли или места архитектуры в социуме вообще в данное время. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллеги, я прошу за свой голос чуть поближе, потому что я просто немножко сел, поэтому я буду говорить негромко. Но первое, вы знаете, для меня что такое уральская архитектурная школа? И не от того, что я у вас в властях, а это правда уникальная школа. Дело в том, что благодаря замечательным людям, в том числе присутствующим здесь, Сан Саныч Старикова, вы единственная школа, где архитектура складывается не со словом строительства, а со словом художественное. Да, у вас ГАХА. Везде в других местах, кроме Московского архитектурного института, который сам в себе, как правило, архитектурная школа – это предаток строительного комплекса. У вас немножко по-другому. И, может быть, это выделяет ваших выпускников от всех остальных. И я не буду трогать творческую сторону вопроса. Давайте просто посмотрим. В границах СССР и России. Серёжа Бабушкин – выпускник уральской школы. Месяц Сан Саныч учился. Не зная украинского языка, главный архитектор Киева на протяжении определенного периода. Пока там это терпили. Юра Рысин – многолетний главный архитектор Краснодарского края. Я уже не буду говорить про Георгия Васильевича, не буду говорить про Владимира и про тех людей, которые работают на территории Урала. Я считаю, что именно вот эта особенность, эта тонкость – это и есть главное. И самое удивительное, что приставка художественной даёт возможность быть и хорошим администратором. Потому что люди смотрят на территорию совсем другим взглядом. Они видят те тонкости, которые есть, и которые человек, не обладающий архитектурно-художественным образованием, просто не заметит. Моя тема, может быть, связана так сложная немножко, и когда я вам надоем, а его нет, об этом скажите. Я очень боюсь слов. Сейчас появилось новое слово, она называется «Цифра». И мы теперь, когда надо, не надо, говорим это слово. До этого мы очень гордо говорили про зелёную архитуру, про умный дом, про нанотехнологии. Хотя в жизни это очень часто касалось, кончалось или нано-трусами, или нано-мойками. Но мы считали, что, может, чего-то добились и брали новые слова. Я хочу сказать про то, что, не знаю, для меня цифра – это инструмент. В своё время было касаясь сажей в плечах, потом появились счёты, потом появилась логарифмическая линейка, потом появился «Железный Феликс», кто помнит из моих кровельщиков. Потом появились компьютерные программы, сейчас появился БИП. Но мы должны помнить одно – это наш инструмент. И мы им должны владеть в совершенстве. Но он никогда не заменит наши чувства и наши головы. Или вы мне что скажете? Что то, что проектировался, например, в Большой театр, при помощи логарифмической линейки, и то, что мы сейчас строим при помощи компьютерных технологий, по художественному содержанию стало выше, не думаем. Поэтому, извините, я немножко отойду теперь от уральской темы, потому что кроме уральской темы, есть беды в целом в архитектурном обществе. К сожалению, 10 лет назад я написал одну статью, которая называлась «Не гоните лесника из леса». про то, что нельзя гнать архитектора из города. Нельзя гнать архитектора из города. И что можно отметить на СВИН? Ну, первое. Во-первых, во многих регионах, а тем более в муниципалитетах, произошла, так скажем, расчлененка, когда должность главного архитектора разбили на две составляющие. То, что является управленческим, передали человеку, например, с юридическим образованием. А главный архитектор, за ним оставили только творчество, без права ставить свою подпись на градостроительных решениях. За примерами далеко ходить не надо, например, это Москва. Второе. Произошел второй процесс, который у главного архитектора отобрал лицо. Вернее, первое лицо. Потому что первым лицом стал юрист, экономист, а главный архитектор отвечает за фасады, которые по закону вообще-то не согласовываются. Ну и третье. Особенно в муниципалитетах. А я был главным архитектором муниципалитета 16 лет, потому что Москва одновременно является регионом и муниципалитетом. То есть, бывший стрелок Вохра, это не самый худший вариант исполнения должности главного архитектора. Бывает и хуже. Вот это, честно говоря, то, что мы потеряли за последние годы. И еще одна вещь, может быть, я устарел, но я почему-то в последнее время все больше и больше вспоминаю один фильм из своего детства. Он назывался Айболит 66. Там добро в виде Айболита боролось со злом в виде Бармалея. Ну, как полагается в советских фильмах, добро победило. Бармалей стал хорошим. И в конце фильма он такое сказал, на мой взгляд, выдающуюся фразу. Я теперь хороший. У меня все в два счета станут счастливыми. А кто не станет, я того в бараний рог согнул, сотру в порошок и брушек крокодилов, у меня все в раз станут счастливыми. Очень часто в последнее время за нас начинают решать, что хорошо в городе, а что плохо. Причем пользуются, в том числе и цифровыми технологиями, когда общение, живое общение с людьми заменяют компьютерами, связями. Поверьте мне, это очень большая разница. Увидеть человека в той среде, в которой он живет, или с ним переписаться по почте. Так что-то я не то не живу. Еще один вопрос. Мне кажется, очень важен. А для чего вообще мы работаем, как архитекторы? Ну, очень часто нам говорят, что мы должны обеспечивать работой строителей, которые строят светлое будущее. Но, дорогие друзья, давайте не будем забывать, что сегодняшний строитель, это не строитель БАМа. Это не тот человек, который работает ради светлого будущего. Он давно уже предприниматель. и мы на него должны смотреть. Не на как на коллегу, а к человеку, который зарабатывает свои деньги. И тем более, я помню, когда был главным архитектором Москвы, мне постоянно говорили, что я должен обеспечить диспальт, барьерную, да, среду для инвесторов. Дорогие друзья, я считаю, что мы никогда не должны забывать наш главный документ. Кстати, он называется очень просто. Конституция Российской Федерации. И там есть седьмая статья, где записаны замечательные слова. Первое, мы социальное государство. А вторая, главная задача любого человека, любого, проживающего на нашей территории, повышать качество жизни человека. Не людей, не народа, а конкретного человека. И если мы будем помнить об этом, а не работать ради того, чтобы процветали представители отдельных профессий, наверное, нас полюбят, как нас любили в 60-е годы архитекторов. Был такой фильм, кажется, в мой дом, я не помню, но там два алкаша в кафе стоят, проходит человек, говорит им, здравствуйте. Один алка, второму, говорит, хороший человек, наверное, архитектор. Понимаете? А пока нас будут спаривать со строителями и считать, что мы работаем на них, нам уважение никогда не получит. Я, мы в последнее время очень много говорим о качестве среды, о качестве жизни. Для меня существует всего два вопроса. Первое, мы должны с вами обеспечить безопасность, а второе, обеспечить комфорт населения. что такое безопасность? Чем отличается от всего? Это должно быть для всех, начиная от олигарха и кончая бомжом. Безопасность это для всех. А есть ли у нас понятие безопасность в градостроительстве? Нет. У нас безопасность разбита по куче различных ведомственных государственных документов, по экологии, по охране памятников, по коммунальному хозяйству и так далее. У нас нету технического регламента обеспечения безопасности в градостроительном проектировании. А откуда потом появляются потапливаемые территории, на которых мы построили и многое, многое другое. Я считаю, что главная задача в инстрии все-таки добиться, чтобы это был единый документ, который был бы, не знаю, Библия для любого главного архитектора и просто архитектора, который проектирует на территории. А вот комфорт более сложная вещь, она не для всех. Невозможно сделать комфорт для всех жителей. И здесь надо понять приоритет направления действия. Если свести все составляющие комфорта, я бы их разбил на три части. Первое это связанность, второе это работа и третье образ жизни. вы никогда не замечали, что все программы наши государственные, они направлены на то, что не приносит денег. Строить больше школ, строить больше детских садов, развивать здравоохранение. И получается приблизительно вот такая картинка. Очень неустойчивая конфигурация, потому что главная задача это обеспечить людей работой. И если это будет исполнено, люди должны сами себе уже приобрести жилье и не задумываться на то, что такое ЖКХ. Я терпеть не могу слово доступное жилье. Это почему оно должно быть доступно? Оно должно быть достойным. Я должен заработать на жилье и потому, чтобы у меня не было проблем его содержать. Пока мы будем мыслить таким образом, мы будем находиться в социализме. Хотя в этом слове ничего плохого не видно. Второй вопрос связанность. Связанность на сегодняшний день это в одном случае альтернатива работе. Потому что интернет позволяет лежа на диване не только заказывать себе воду хлеб он позволяет ей работать. И чем дальше территория нам эта связанность должна быть лучше. Связанность для человека это синоним свободы. Это не значит что я поеду. Я знаю что когда я захочу я всегда поеду. И если мы не будем оспечивать связанность на нашей стране но даже возьмем давайте вертикаль по Уралу да ну вот мои друзья возили в Верхотуре хорошая дорога но местами до Белимбая вроде рядом замечательное место но потом как в пробку сел там да в одном месте и большой привет ехать уже не хочется это очень важно и третье это конечно образ жизни мне очень нравится слова Аскара Ваня большинство из нас это не мы наши мысли это чужие суждения наша жизнь мемикрия наши страсти цитаты причем вы знаете мемикрия у нас удивительная мы можем с одной стороны с запада из Европы брать художественные архитурные приемы а потом их складывать с тем что мы взяли с востока плотность застройки как в Китае да и называть это например потом урбанблоками или реновацией когда вместо пятиэтажек с плотностью 7 тысяч на гектар мы строим жилые кварталы с плотностью 60 тысяч на гектар как это сейчас делается в моей дорогой Москве мы еще одну вещь должны помнить что не только власть есть на территории а еще и глаз народа а есть и аппетиты бизнеса и есть творчество и вот мы должны уметь сочетать играть такую пульку записывать когда мы учитываем интересы всех игроков без этого никак нельзя еще один вопрос мы очень любим особенно я боюсь сейчас этого когда появилось слово цифра вот почему-то всем хорошо в голову запали слова Владимира Владимировича Путина что мы в год должны строить 120 миллионов квадратных метров площадей но в его выступлении была куча замечательных слов про исторические города про равномерное развитие территории всей России а я боюсь что мы опять начнем строить не там где это надо а там где это легко помню только об одном о цифре вот я взял просто для сравнения два города Москву и Париж вот если мы возьмем с вами начало 20 века Париж был 2 миллиона человек Москва была миллион с небольшим человеком на сегодняшний день Париж 2 миллиона 700 тысяч человек Москва 12 миллионов и Париж по территории остался в тех же габаритах как он был в начале 20 века ну а Москва вышла на границ Калужской губернии а знаете что есть страшное здесь с точки зрения образа жизни когда мы обобщаем и приводим в одно что является центром Москвы Кремль Кремль а все остальное то что было центром для Балашихи то что было центром для Троицка это растворяется понимаете где малая родина но не в Кремле же еще меня очень важно мне кажется извините я еще не надоел надо помнить что города они все разные вот для себя например уже давно в детском архитектурном возрасте все города разделены на две части есть города которые придумали люди ну например Сан-Петербург мы все знаем как он появился да конечно это Петр Первый хотя мы знаем по имену всех архитентов или например Осман ворон Османов Парижа да который взял и сделал перекорежил исторический Париж и сделал тот который любим мы все сейчас он был префектом Парижа причины прямых улиц Парижа они были самые простые баррикады чтобы разбивать на кривых улицах очень тяжело поэтому их нужно было спрямить точно так же извините как когда работала комиссия Петского она тоже работала не за градостроительных соображений а чтобы прекратить пожары в российских городах при сложной планировке средневеков а есть города типа Москвы или даже Екатеринбурга где да основатели известны но история развивала этот город и для того чтобы в Москве понять почему есть кривая улица севцев вражек надо знать что была речка Сивка которая текла в овраге и тогда все встает на свои места второе что мне хотелось сказать а основание же у городов тоже было очень разное есть города персейного типа города крепости типа Москвы Пскова Новгорода Старой Ладоги есть голода города колониальные трофеи Иркутск причем здесь нет разницы были ли это римские легионы и это наши первопроходцы которые шли на восток в том числе кстати немножко это связано с Екатеринбургом а есть заводские поселения практически все города Урала а плюс и гусь хрустальный и гусь железный а есть города приморские где в Детрубье говорил что центр должен быть около гавани а еще и курортное образование монастырские поселения и научные городки города добычники и если мы не будем знать основу почему и как появился город образ жизни мы будем делать стандартный мы будем идти не от того от чего нас призывает предположим территория от того что модно ну как пример вот например для меня извините я говорю какие-то любящие частные например мы проводили совет главных архитекторов в минводах основа любого курорта что в первую очередь конечно умный человек который прослушал аборигена который рассказал вам про грязь которые лечат и после этого появляются города на курорты но курорт тоже раз одно дело активный курорт другое дело пассивный курорт понимаете да а еще интересная вещь не одна студентка рассказала чем отличались курорты советского союза от курортов например западных каждый курорт советского союза превращался в научную организацию а мы отдыхающие подопытными кроликами в этом времени например в карловых варах никто об этом не задумывался они делали так чтобы кроме курорта вокруг еще была среда где можно провести вечер выпить пивка прогуляться по набережной а может быть попытаться это сложить а третья беда курортов например беда минвод туда едет новое население которое поработало на северах как говорится которая поработала на нефтянке хочет провести хорошо пенсию в хороших климатических условиях а при этом молодежь уезжает потому что извините пассивный отдых и как-то не очень нужен еще пока а в конечном счете если на курортах не смотрят на сохранение природного богатства курорт начинает издыхать природа это искусство бога мне очень понравились эти слова я пропущу некоторые вещи но хочу остановиться на это я все пропускаю еще например другие города 14 век сергий радонежский ученики пошли общаться с богом а куда не пошли общаться с богом на себя тишина покой татары слитокцы пройти туда не могут что покушать есть и в результате появились например только на территории Вологодской области в 14 веке появилось 134 монастыря которые потом по-тразному начали развиваться а в какого вдруг начали развиваться понимаете или монастырь я кончаю русский народ ждал конца света как мы ждем конца света кто-то идет в молитву большинство начинает квасить но потому что вы знаете что старый новый год русский 1 сентября чего сеять когда собирать уже мы не будем правда но а некоторые стали нести все что есть в монастыре результат голод и процветание монастырей фарафонтовский монастырь и многое 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 другое я все тоже пропущу и хочу сказать только концерт но вещь есть три вещи без которых не может быть города первое это места приложения труда дорогие друзья и когда плитка благоустройство скверов не заменит достойный образ жизни второе связанность а третье образ жизни но образ жизни он должен идти от территории а не от того как кто-то умеет рисовать извините может быть я не современный человек но если можно я хотел бы закончить свое выступление спасибо Александр Викторович Слушайте вас всегда интересно правда мы уже начинаем так сказать сбиваться с ритма но тем не менее я не могу не задать два вопроса вопрос первый на основе вашего огромного опыта за сколько лет человек назначенный в главные архитекторы становится по сути главным архитектором данного населенного места до этого не успевает дожить вот ну я считаю что как минимум пять лет пять лет потому что к сожалению нашей профессии профессии нигде не учат понимаете да и ты только на собственном опыте общаясь со своими коллегами можешь достичь минимум пять лет а потом идет здесь вот мне хочется вставить свою маленькую реплику средняя условная продолжительность жизни главного архитектора муниципалитета на территории Светловской области пять с половиной лет это так сказать для понимания ситуации то есть как он стал соображать тут же его и снимают ну да начинает соображать он становится уже понимаете альтернатива руководству все нормально и второй вопрос вот мы все знаем что у нас есть так сказать символ профессионального сообщества кентавра но мы его никогда не препарировали а вот сегодня хочется мы всегда считали или я считал что голова это у нас творческое начало а вся остальная часть кентавра это наша обыденная чиновничья деятельность но я думаю пришло время все-таки разобраться что является четырьмя ногами этого этой деятельности и хотел бы об этом тоже услышать ну и все можно я приведу определение чиновника своего руководителя любимого с которой я много лет работал Владимир Чересина он всегда говорил так у чиновника есть три рабочих части тела это голова ноги и гузно причем две первых должны быть шустрыми а третье усидчивая и вот я считаю если главный архитектор считает что гузно это его главная часть тела да как кентавра это не главный архитектор вот там должно быть чиновничья составляющая а там где голова это главный архитектор про ноги все равно хочется узнать про ноги чтобы быть шустрым и успевать отпрыгивать когда в те стреляют это самое главное задачу так хорошо отлично двигаемся дальше следующий доклад это советник нынешнего ректора уральского архитектуры художественного университета народный архитектор российской федерации всем нам известен как многолетний ректор уральско-архитектурного строя сначала господи Свердловского архитектурного института потом много-много названий в общем всегда ректор Александр Александрович уважаемые коллеги Александр Викторович как бы очень образно ярко описал как бы содержательную сторону деятельности главного архитектора я поближе сказать к нашей теме к нашему проекту но меня вчера как бы подвигло сделать некое вступление заявление нашего замечательного модератора на круглом столе архиевразия Вяткина Михаил Борисович он сказал ну вот у нас архитекторы все умные замечательные зачем нужна какая-то нормативная база зачем какие-то регламенты местные объем местные у нас архитектор и так все сделает замечательно вот я подумал в связи с этим если бы известного вам Ле Корпизье пригласить сегодня на наш форум я думаю побывав и посмотрев вот эти макеты здания он бы заплакал и заплакал два раза почему два первый раз он заплакал бы от умиления что наконец-то его концепция лучезарного города отвергнутая и Америкой и Европой почему-то в постсоветской России получила такое распространение вы посмотрите там стоят жилые небоскребы 40 этажей 30 а второй раз он бы заплакал от огорчения ведь в его то концепции вот эти жилые башни стоят где в парке посмотрите во что превратились эти парки вот в этих проектах этот маленький кусочек двора куда с трудом влезает детская игровая площадка а собака вернее площадка для выгула собак даже и не входит туда вот почему бы он заплакал а теперь представьте если бы нет не было никаких нормативов не было бы главного архитектора зачем он нужен у нас же замечательный архитектор я думаю что эти дома строили бы до луны дело в том что заказывает музыку не архитектор он только исполнитель а заказывает музыку инвестор застройщик так называемый девелопер и выжить все из этого участка все что можно он заставляет архитектора что меня еще поразило вот мы с Григорием Васильевичем Мазаевым ходили смотрели это все больше единообразия все эти дома повышенной этажности как близнецы братья стоят похоже друг на друга я думаю скоро надо новую серию снимать с легким паром потому что люди уже не будут знать и помнить где их дом о какой же идентичности архитектуры мы сейчас ведем речь и которая записана у нас во все наши документы я думаю что вот это одна из проблем ну еще хотел бы сказать несколько слов о чем конечно уральская уральская строительная школа первое дело конечно она прошла большой путь но вот 18-й но она всегда формировалась под каким-то воздействием стратегической направленности независимо есть это слово стратегии или нет был указ Петра Первого строить заводы на Урале появились города заводы Екатеринбург кстати первый город завод до сего времени все города в мире были торгово административными там монастырскими и прочее а Екатеринбург был город завод первый хотя до него были заводы но это заводские поселки а Екатеринбург сразу строился по указу Петра как город и там было все признаки города там не только рабочие были кварталы там было чиновничество там была власть там была армия и там было управление горного ведомства не в Санкт-Петербурге а здесь которая командовала всеми уральскими заводами ну второй конечно период яркий это период ускоренной индустриализации СССР сталинские времена когда по типу старых уральских городов заводов стало строиться множество соцгородов это крупные промышленно-селительные комплексы которые создавали созвездия целые в городе созвездия перечислим в Екатеринбурге это Уралмаш Фиммаш Эльмаш Торчермет ВИС это были самодостаточные промышленно-населительные комплексы и людям незачем было куда-то ехать на работу они все пешком шли на свой завод я помню еще эти толпы рабочих Уралмаш которые непрерывно тысячами шли на Уралмаш сегодня их нет Григорий Васильевич во всем винит конечно Мазаев Никиту Сергеевича Хрущева и последующих руководителей нашего государства которые вдруг стали срочно строить спальные районы которые до сих пор спальные там негде работать которые все перемешали люди стали переезжать меняться квартирами в результате транспортные наши все сети сели они не могут справиться с этими трудовыми миграциями а некоторые заводы вообще утратили производственный профиль вот Александр Викторович говорит места приложения труда это конечно опять же повлияли наши враги свои концепции постиндустриальные концепции да замутили нам мозги в новой России и вот результат такой ну про сегодняшний период тут я уже начал уже сказал об этом но главное у нас опять новая стратегия это стратегия пространственного развития это общественное участие это тоже стратегическое требование и третье как это комфортная городская среда вот этих трех направлений то сего не было с чем придется столкнуться нашим главным архитектором ну актуальность проекта отсутствие предельщего специалистов обученной реализации нашей городостроительной действий в условиях рыночных отношений обеспечения развития строительного рынка решения вот той стратегической задач пространственного развития экономики социальной сферы ну и социальный запрос на основе вот общественного консенсуса это и привлечение общественности к городостроительной политике и так далее финансирование проекта предусматривает финансирование из различных источников включая и областные и муниципальные и федеральные здесь все у нас расписано скажу сразу что первым первой начала финансировать проект наша Свердловская область это единственный реализуемый в России проект по воспитанию городостроителей менеджеров и правительство Свердловской области Минстрой нашей области уже проинвестировал разработку профессионального стандарта городостроителя менеджера над этим работает Уральский федеральный университет с нашим участием Кроме того объявлен еще конкурс на повышение квалификации главных архитекторов городов как раз в части повышения компетенции в сфере управления городостроительной деятельностью ну и созданию комфортной городской среды Какие причины и какие проблемы ну во-первых низкий уровень профессионального городостроительного образования главных архитекторов вот здесь показаны значит специалисты со средним техническим средним специальным дальше это плохо тут видно надо может быть выключить свет вот в этой части можно как-то высшим архитектурным образованием ну и высшее непрофильное образование это в основном геодезисты землемеры дальше юристы вот видите больше всего у нас непрофильного образования поэтому задачей проекта является и подготовка специалистов городостроителей менеджера и повышение квалификации существующих непрофильных специалистов в сфере городостроительской архитектуры и наоборот подготовка архитекторов в сфере менеджмента и управления городостроительной деятельностью по количеству упрощений граждан вот видно по левой диаграмме количество жалоб и упрощений граждан не убывает а растет ну и вопросы значит которые в основном обращаются значит с жалобами граждан в муниципалитеты и правительство в основном это вопросы крадостроительства задачами здесь представлены задачи и результаты проекта это во первых формирование образовательной среды в рамках этой программы мы должны конечно и выходить на дистанционное образование онлайн образование ну а также образование непосредственно в стенах наших университетов это разработка учебного контента учебно-методического комплекса вот тех же стандартов профессионального стандарта которого нет профессиональных стандартов архитектора и градостроителя он уже выше разработка рекомендаций по корректировке квалификационных требований по мере освоения этих программ и стандартов профессиональных образовательных ну и конечно формирование корпуса дострадали менеджеров путем повышения их квалификации подготовки и переподготовки ну а дальше мы предполагаем тиражирование нашего учебного контента нашего учебно-методического комплекса по другим регионам Уральско-федерального округа и других областей ну здесь территориальная привязка это наш Уральский федеральный округ дальше мы предложили как бы показатели эффективности реализации проекта где планируем 25-му году хотя бы до 24-х процентов значит ежегодно вот замещать специалистами имеющими профильное образование здесь оказана динамика показателей этого проекта способы достижения школы ну это структуре консорциума нашей академии и Урфу для подготовки переподготовки и повышения квалификации действующих архитекторов ну а с выходом профессионального стандарта мы планируем образовательный стандарт подготовить с тем чтобы принимать уже на подготовку специалистов спасибо за внимание спасибо Александр Александрович я здесь позволю себе небольшие комментарии вот когда мы совместно с Урасси федеральным университетом Свердловским архитектурным художественным университетом обсуждали содержательную часть заявляемого продукта у нас названия конечно вот может быть получились не совсем ну скажем так адекватные менеджер градостроитель мне вот оно активно больше больше все не нравится хотя это вот было совершенно такое рабочее название для того чтобы все-таки сфокусировать изменение сущности профессии на вот на специфику малых муниципалитетов где повторюсь как бы где ресурсы муниципалитета не пользуются нынешним спросом когда собственно говоря архитекторы участвуют в распределении ресурсов а когда главный архитектор в определенной мере формирует на градостроительном уровне ресурс я не буду далеко так уходить я хотел сказать про название меня на самом деле больше сейчас нравится но вот коллеги меня не поддерживают пока методисты аббревиатура муниципальный архитектор градостроитель особенно хороша аббревиатура которая получается при сокращении я думаю что это тоже есть в этом доля так сказать поддержки самоосознание скажем как бы поэтому вот на этом этапе нам вряд ли пока удастся ути от этого канцеляризма скажем так хочется все-таки но пока вот у меня лично не получилось всему этого придать в общем-то свойственную для архитектурного сообщества образность хотя я говорил что у нас конечно же пока устойчивый образ это кентавр на которого мы так сказать ориентируемся и боремся но муниципальный архитектор градостроитель это тоже я думаю что не сильно плохо ну вот Сан Саныч сказал что мы так сказать от большого идем к более так сказать ну по ходу нашего мероприятия к более такой проблематике существенно я бы по-другому перефразировал я думаю что мы просто уходим вглубь проблемы а глубь проблемы она на муниципальном уровне и чем ближе специалисты которые сегодня приглашены к осознанию проблем муниципального уровня главных архитекторов тем проблема становится все обрастает мясом реальным и вот у нас к сожалению не смог приехать следующий заявленный выступающий Пономарев Илья Владимирович это член общественного совета при федеральном министерстве строительства и поэтому следующий выступающий просто по плану Соболева Ирина Альфридовна бывший главный архитектор Норильска теперь уже бывший но зато действующий доцент кафедры архитектуры в господи Вятского государственного университета все Киров не могу привыкнуть к вятке Я бы тоже еще одну фразу добавил вот в таком изложении когда архитектор должен понимать экономику тот самый кентавр я уже так сказать может быть надоел но тем не менее буду его вспоминать он получается у нас двуноги а я думаю что он все-таки должен быть четырех ноги и я думаю что здесь две дополнительные ноги это наша специальная скажем так юриспруденция которая включает градостроительное законодательство лесоустроительное водное и близкие нам отрасли законодательства в которых мы все работаем это нога номер три и еще я думаю что есть и должна быть нога номер четыре это основы социологии вот мы можем сколько угодно говорить о величии правильности архитектурной специальности но в нынешних условиях если нас не поддерживает своей массе народа населения и не понимает к чему так сказать идет это планирование то фактически наше планирование обречено во многом на провал иртами я прости просто я при всех даю обещание что к следующему совету главных городов я сделаю такой разрез китавра помните как раньше в магазинах в магазинах ляжка колить и это будет написано социология экономика вот мы к этому и должны прийти пожалуйста добрый день дорогие участники форума будучи выпускницей Свердловского архитектурного института в 91-м году я с благодарностью и большой признательностью отношусь к Уральской градостроительной школе школа которая заложила мне прочные теористические знания и позволила по кирпичику в дальнейшем идти в этом сложном мире градостроительной деятельности поднимать свой профессиональный уровень и идти уверенным шагом в своей профессии казалось бы в 2000-х годах мир основ теории градостроительства начинает рушиться но сегодня красивое и емкое слово градостроительство снова у всех на устах на него возлагаются большие надежды максимум это создание комфортной и безопасности безопасные города и как минимум это защитник уже существующего комфорта проживания наших городов однако в рамках действующего законодательства наши полномочия сегодня закреплены всего двумя терминами определениями градостроительства это понимание что есть градостроительная деятельность и полностью перечисляется в наши с вами полномочия и 169-м федеральным законам об архитектурной деятельности все остальное лирика как говорят в прокуратуре перечень перечень инструментов инструментов сегодня по осуществлению нашей градостроительной деятельности для создания жизненной среды проживания становится все более ограниченным и сегодня мы видим документы территориальной планировки и документы планировки территории которые были ранее объединены в блок документов градостроительного зонирования получают прослойку имущественных отношений и только через три этапа опять же тех же имущественных земельных отношений может быть появится но не факт наша возможность осуществления нашей архитектурной деятельности таким таким образом у нас остается совсем мало полномочий в плане архитектурной деятельности и градостроительной во все времена на страже градостроительных и архитектурных во все времена на страже градостроительной и архитектурной деятельности конечно были управления архитектурой и градостроительством сегодня они в разных городах общаясь с коллегами по совету главных архитекторов, которые возглавляют Александр Викторович Кузьмин. Названия могут быть разные, и департаменты, и отделы, и так далее, и тому подобное. Но суть вопроса, эта работа не поменяла. Все полномочия плюс-минус у наших коллег одинаковые. Это огромный градостроительный спектр указаний, оказаний муниципальных услуг. Порой они доходят до 13, до 25 муниципальных услуг. Это то, что сегодня называется обращением граждан, и так далее, и тому подобное. Здесь хочется сказать, что таким образом, при таком огромном объеме работы, который сегодня наваливается на муниципалитеты, на службы главных архитекторов, которых также во многих городах уже не присутствует, все меньше и меньше приходит действительно людей и выпускников архитектурных или градостроительных школ. Это типовая схема структурного подразделения управления архитектурой. Плюс-минус, в разных городах она разная. Но самый главный отдел сегодняшней градостроительной деятельности – это отдел информационных системы сводного генерального плана. По старинке введение дежурного, опорного генерального плана. Именно здесь должны присутствовать выпускники градостроительных школ. Далее, отдел по зеленому устройству. Даже в этой схеме нашего небольшого структурного управления, здесь в основном земельщики и выпускники кадастровых землеустроительных колледжей и строители. Для архитекторов отводится совершенно мало места. Но при всем при этом основной объем работы приходится на моих коллег. Посмотрите, в среднем очень похарактерная таблица, показывающая, сколько муниципальных услуг должен выполнить специально обученный человек, прошедший градостроительную школу. В среднем мы посчитали когда-то, что на одного сотрудника специально обученного человека приходится порядка 550-600 документов в год. Это не просто отписки, это не типовые документы, это не те документы, которые наши юристы иногда просто переписывают с консультантом Плюсом. За каждым заявлением потребителей и заказчиков стоит понимание градостроительной ситуации, понимание градостроительной политики на территории и так далее и тому подобное. Каким будет наш город в перспективе или наша территория. Вот и как раз всего этого, как раз всего этого сегодня и боятся наши выпускники. Вот этого огромного пала работы. Мы должны подготавливать, подготавливать. Иначе на их место, на место действительно градостроителей, придут юристы, экономисты, финансисты, и мы получим сугубо земельное и имущественное отношение. И вот тогда архитектурная деятельность полностью уйдет из понимания нашего сообщества. Посмотрите также диаграмма, которая более красочно показывает данные. Несколько устарели, но мой коллега, который сегодня также член Совета главных архитекторов, ныне действующий главный архитектор, главный архитектор Чапоксар, Мамоткин Венин Агентьевич, буквально вечером сегодня мне дал данные, сколько его управления проводит публичных слушаний за год, в 2017 году. 14 публичных слушаний по внесению изменений в БЗЗ. 14 публичных слушаний по проектам планировки территории. 39 публичных слушаний по межеваниям. 10 градостроительных советов, 5 комиссий по топомине. И это все на небольшой штаб. Безусловно, этот объем работы и пугает наших творческих выпускников. Что делать? Как, каким образом обучить вот этот градостроительный спецназ? Самый правильный и хороший шаг, это когда производственники приходят в архитектурную и градостроительную школу. Какая стратегия образовательной программы? Она тоже разная, она академическая, она основана на теории, она основана на федеральном стандарте образования. Но, тем не менее, у нее есть свои традиционные и классические приоритетные направления. Сегодня на кафедре архитектуры и градостроительства, где я работаю доцентом и веду специализированный курс градостроительства, вместе со мной, в моей связке, идет главный архитектор, сверху Геннадий Михайлович, который 30 лет был главным архитектором Кировской области. И мы, как производственники, стараемся выстраивать нашу стратегию образования именно на производственном опыте. Потому что в течение трех лет, три раза, был изменен федеральный государственный стандарт подготовки по коллабам по направлению градостроительства. И это очень большая проблема. А что делать? Общаясь в профессиональных кругах, на совете главных архитекторов, действующих главных архитекторов, которые говорят, к нам не идут специалисты, они боятся, потому что их никто этому не учил. Моей любимой уральской архитектурной школе нас тоже не учили быть главными архитекторами. И сегодня правильно сказал Александр Викторович, пять лет, будучи на посту, мы учились, а потом мы начинали уже работать. Ну и как раз потом, как раз и приходит то, что когда ты начинаешь говорить, как должно быть, как правило, век главного архитектора не долг. В моем случае это 10 лет, у некоторых архитекторов это действительно 5 или 3 года. Поэтому сегодня в образовательной программе на кафедре архитектуры и градостроительства мы пытаемся в учебном плане делать акценты. А самое главное акценты это градостроительное право и умение взаимодействовать с нашими коллегами по землеустройству. Если мы их не сможем побеждать, если мы не сможем профессионально доказывать и показывать себя как специально обученными людьми, то главное в нашей архитектурной деятельности, не в обиду присутствующих здесь с кадастровым инженером, будут именно они формировать будущую градостроительную политику наших городов. И очень важно, и это было и в нашей уральской школе, и то, что мы делаем сегодня, это дисциплины, которые посвящены изучению края и региона. Тогда, может быть, наши потенциальные выпускники будут оставаться на территории, потому что ведь есть такая замечательная фраза, любишь тот город, который хорошо знаешь. То есть изначально уже со студенческой скамеи они будут адаптированы к градостроительным проблемам и темам. Эта схема просто показывает, как на примере традиционных курсовых проектов, но которые у нас не идут на бумагу, они идут параллельно с действующей востребованностью территории. Сегодня разрабатываются новые микрорайоны территории города Кирова, значит, мы участвуем параллельно, параллельно с проектной организацией. Но мы там, мы ходим пешком, мы изучаем и делаем тот микрорайон, который сегодня востребован. Поселок и так далее и тому подобное. Участвуем во всех архитектурных конкурсах, которые сегодня проводят с администрацией города Кирова. Самое главное, в процессе образования мы пытаемся следовать и традиционной уральской градостроительной школе. Мой профессор, он выпускник Мархи, и там очень теоретическая, широкая база образовательная. Но тем не менее, приобретать навыки, а самые главные навыки, наши курсовые проекты студенты делают не индивидуально. Это еще одна большая проблема. Все мы великие творческие в своих индивидуальных проектах. Мы их стараемся готовить группами, чтобы курсовой проект выходил в группе 2, 3, 4 человека. В 85-м году наш курс был экспериментальным. Вот здесь в зале присутствует моя сокурсница, сегодня действующая главная архитектурная ряда Шельдулина Лариса Геннадьевна. Нас учили защищать наши проекты, наши курсовые проекты в уральской градостроительной школе. Это очень нам помогло в дальнейшем, потому что за тобой стоит труд, труд градостроителей, труд архитекторов, которые надо грамотно при публичном слушании провести, доказать и довести до общественности и до, скажем так, потребителей и заявителей. Таким образом, сочетать необъятное и объять необъятное. Наши стратегические партнеры на сегодняшний день – это управление архитектурой и градостроительством, это МОВА Архитектура, это действующий проектный институт, Кировское отделение союза архитекторов. Уже на этой стадии мы стараемся студентов приводить на публичное и общественное слушание, чтобы они участвовали и присутствовали на заседаниях рабочих групп градостроительного совета, чтобы они понимали, о чем думают архитекторы, о их мягчаянии, что именно они будут вести в дальнейшем к градостроительному политику и защищать чаянию нашего архитектурного и градостроительного сообщества. И плюс еще ко всему от партнеров программы мы все-таки надеемся, что наши выпускники будут постребованы на данной территории. Безусловно, никто не отменял участие в конкурсах. Мы также участвуем в конкурсах и по-прежнему я считаю, что площадка Зодчества буквально на днях она закончилась. Это хороший опыт передачи между архитектурными и градостроительными школами. Мы участвуем в областных архитектурных конкурсах, ну и, конечно же, привозим свои проекты в данном. В этом году мы выставляли градостроительное ревью к 650-летию города Пятки, Кирова, которое будет буквально через несколько лет. Именно на этих площадках наши студенты общаются со своими будущими сперсниками, знакомятся, и, как говорит Александр Викторович, вы будущий спецназ главных архитекторов на всей территории России. Эти площадки, они, безусловно, очень познавательны. И в довершении я хочу сказать, что самое главное, то, что сегодня мы пытаемся воспитывать в наших учениках, в наших студентах, а наш курс очень небольшой, по сравнению, безусловно, с уральской градостроительной школой, это быть политиком. Быть политиком, поскольку именно градостроитель, архитектор должен находить все решения, одинаково приемлемые для граждан городов, и отстаивать профессиональные, именно профессиональные концепции, как специально обученный человек перед нашей общественностью. Иначе мы не сможем делать нашу городскую среду нужной и приемлемой для жизни, а не уподобляться ежеминутной установкой лавочки, говорить, что после этого у нас в городах все будет хорошо. Ну и вот последнее в своем докладе я еще хотела сказать, здесь сегодня в зале я увидела Анна Николаевна Мереговских, вот ее книга на зодчестве получила золотую премию от градостроительства и градоустройства. Постепенно тенденция идет именно к этому, но, к сожалению, и урбанист не дремлет. Поэтому сегодня мне очень радостно и важно было услышать доклад нашего любимого ректора, а как раз Александр Александрович был ректором, в период моего обучения, что будут методики, мы будем общаться и делиться программами, потому что советское градостроительство, теория – это основа нашего базового образования, но надо двигаться и дальше, и книга Мереговских, я думаю, она поможет нам все-таки воспитывать тот градостроительный спецназ, в котором сегодня архи нуждаются в нашей территории по всей России. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Альфредовна. Ну вот то, что мы задумали, на самом деле, поэтапно, это пока вот до этого момента мы, собственно говоря, декларировали те проблемы и задачи, которые мы поняли и которые сами себе поставили. А дальше, наверное, нужно уже говорить о практике реализации данной задумки. Она может быть реализована, собственно говоря, через создание и утверждение нового профессионального стандарта, повторюсь, муниципального архитектора-градостроителя. Мне так больше нравится. И вот по этой теме я бы просил доложить директора Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета Крупкина Алексея Владимировича. Ну, я не знаю, как насчет магов. Мне немножко сложнее, после столь уважаемых представителей школы архитектуры говорить, потому что я все-таки не архитектор, но своим учителем, практиком прежде всего, всегда считал и считаю Григория Васильевича Мазаева, с кем мне пришлось долгое время поработать вместе в Министерстве строительства Свердловской области, еще в том Министерстве строительства. И многое, как говорится, от него я, наверное, впитал, почти как с молоком матери, будем так говорить. И когда мы все вместе, я считаю, что вот этот проект, о котором мне сейчас придется рассказывать, постараюсь не очень долго, но как-то более наглядно, в какой стадии мы уже сейчас находимся, я хочу сказать, что вот этот проект, он на сегодняшний день был, вернее, родился он в Муках, совместно под предводительством Владимира Геннадьевича, совместно с Архитектурной Академией, как говорится, ну а дальше уже взвалив на плечи опыта чиновничего, пришлось его немножко толкать, скажем так, на федеральном уровне, для того, чтобы он из регионального приоритетного проекта стал все-таки больше федеральным приоритетным проектом, потому что его реализация без участия государства, комплексно, без поддержки со стороны государства и финансирования, но просто невозможно. Это... Опа. Делись там анимационные слайды. Я просто напомню, в 2017 году прошел у нас Государственный совет, на котором, кстати, который готовился в том числе, и рабочая группа, одна из рабочих групп проходила, если помните, на территории Свердловской области, данного именно экспоцентра, на базе выставки Экспо Билд Раша, в 2016 году мы проводили такое заседание, и в частности, многие положения и предложения, в том числе строителей, архитекторов, девелоперов, они были услышаны и легли в основу так называемой стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 года, которая была принята на Государственном совете. Единственное, честно говоря, за мою память, Государственный совет, который был посвящен именно вопросам развития строительства, градостроительства и так далее. Вот если смотреть на эти отраслевые вызовы, то, в принципе, оно понятно, государство это все адекватировало, а кем конкретно и какими инструментами это все реализовывало. Мы, я не буду повторять те слайды, которые, в принципе, были озвучены в докладе раньше, до меня, я остановлюсь на том, что вот характерно, что выявили мы именно как институт, вот проведя такой небольшой анализ в целом, и, естественно, поговорив с представителями отрасли. Деклараций много, а конкретного заказа, подкрепленного каким-то финансированием или каким-то решением, его как какового нет. В частности, нет специализированного заказа со стороны государства на подготовку соответствующих высококвалифицированных специалистов с учетом динамики развития территории, рынка и потребностей общества. Не буду все это зачитывать, в принципе, вам это все видно, только скажу, опять же, здесь говорили, о том, что слабая укомплектованность именно специалистами. Мы все-таки считаем, что называть стандарт, профессиональный стандарт, муниципальный архитектор, городостроитель, я вот сердцем полностью с Владимиром Геннадьевичем. Но чисто с практической точки зрения, зная, как этот профессиональный стандарт будет проходить через утверждение в Москве, там очень сложный этап, последовательность, все зарегламентировано, мои коллеги потом доложат о том, как это все будет делаться, на какой стадии мы сейчас находимся, и проанализировав, в принципе, то, что уже есть из тех профессиональных стандартов, которые уже приняты Минтрудом, кто был их разработчиками, мы все-таки считаем, что именно нужно сделать стандарт городостроителя-менеджера, который объединит в себе компетенции по разным направлениям деятельности. Его можно применять, то есть специалиста этой квалификации, потом можно будет совершенно спокойно не только на муниципальном уровне использовать, но и на региональном, и на федеральном в том числе. Это как бы слайд, который, в принципе, повторяет все то, что говорилось до меня, более как бы систематизируя и определяя те слабые места, которые, вернее, являются основанием для начала этой всей работы, мы реально проанализировали, можем ли мы это сделать вот именно на территории, взяв за основу ту школу, которая сложилась уже на территории нашего региона, реально можем. У нас на сегодняшний день очень сильная база по специалистам, у нас очень сильная база по компетенциям, наработанная годами. У нас имеется два ведущих вуза, которые, в принципе, в себе сосредотачивают именно компетенции по обучению, и у нас, в принципе, есть нормальный диалог между вузами и региональной властью, которая, в принципе, готова это поддерживать. Осталось только заручиться поддержки на федеральном уровне. Значит, мы разбили реализацию этого проекта на три, в принципе, этапа. Хотим начать только на территории пока Свердловской области. На сегодняшний день дальше там будет слайд, который показывает, где мы находимся из-из, и, грубо говоря, куда мы будем двигаться, тупить, но, в принципе, уже сейчас на этом этапе мы можем говорить, что тот набор компетенций, который сложился в двух вузах, и тех специалистов, которые мы привлекли для начала работы по разработке стандарта градостроитель-менеджер, позволяют нам вот эту проблему, устаревшие образовательные технологии программы подготовки, переподготовки, повышения квалификаций, а также, самое главное, методики и критерии оценки профессиональной квалификации специалистов в ближайшей перспективе горизонте 3-5 лет практически полностью, ну, не устранить, но хотя бы начать лечить. И перейти, грубо говоря, к тому, что у нас именно на территории Свердловской области появятся компетентные специалисты, ну, с квалификацией градостроитель-менеджер. А лучше БАК? Ну, давайте назовем это МАК в скобочках. К сожалению, государственный контракт отторгован с названием градостроитель-менеджер. И давайте честно говорить, Владимир Игоревич, мы с вами... Да, мы с вами об этом названии уже подумали, ну, когда уже все произошло. Значит, задачи первого этапа, показатели реализации проекта, в принципе, не хочу зачитывать, все видно, презентации готов поделиться. Это реально цифры, которые мы изучили совместно с Министерством строительства, запрашивали в том числе с других регионов, по Уральскому федеральному округу. И это цифры реальные, которые вот нам позволяют на первом этапе начать реализацию. Перспектива. В перспективе, как я вам говорил, мы планируем данный проект перевести на уровень уже федеральный, заручивший поддержкой Министерства строительства и Министерства науки и образования почему эти два министерства, потому что, ну, как бы заказчиком основным по компетенциям является все-таки Министерство строительства, а реализатором, и который финансировать может, в том числе создание образовательных контентов, программ и так далее, и тому подобное, это, естественно, Миноборнауки. Перспектива развития, я уже сказал, на первом этапе территория Свердловской области, выполнения работ по обучению и по подготовке и переквалификации именно у сегодняшних главных архитекторов, которые непосредственно занимают эту должность. На втором этапе это перейти уже на всю территорию Уральского федерального округа, и, в принципе, уже со смежных территорий идут такие звонки, заявки, в том числе с профильных вузов, стать партнерами этого проекта, и перейти на подготовку, переподготовку тех сотрудников, которые отвечают за сферу ЖКХ и за транспорт. Значит, конечная цель, и как итог, это устойчивое развитие, вот самое ключевое, это устойчивое развитие территории на основе научно обоснованных решений с горизонтом тактического планирования 5-10 лет, а стратегического, ну, извините, мы замахиваемся на 50-100. В принципе, с применением, в том числе, современных технологий и по цифре, и по BIM-проектированию и так далее, именно горизонт такого стратегического планирования вполне возложен, если уровень компетенции и подготовки специалистов на муниципальном уровне будет соответствующим запросам. График реализации с цифрами тоже указан, финансирование, в принципе, оно в общем объеме примерно такая же цифра, как прозвучало ранее в докладе, потому что, опять же, я говорю, мы работаем вместе. Единственное, что данная презентация, она делалась уже мной для доклада на координационной группе Министерства строительства Российской Федерации. Могу сказать, что сегодня ректор наш Уральского федерального университета Виктор Анатольевич Кокшаров с этими материалами будет как раз у министра строительства, завтра министр строительства будет здесь. Надеемся, что непосредственно уже будет вложено в руки министра строительства. Но на сегодняшний день окончательные результаты проекта, какие мы видим, это, опять же, самые основные, скажем так, это те KPI, которые необходимо достичь хотя бы через ближайшие 5-7 лет его реализации. Способы достижения цели, это основное, это создание Уральского учебно-исследовательского центра развития градостроительства на базе нашего института и Уральской архитектурно-художественной академии. Основные направления развития ДПО. Значит, остановлюсь, почему ДПО? Ну, вы все прекрасно понимаете, что поменять на сегодняшний день федеральные образовательные государственные стандарты и ввести какие-то новые направления или специальности, это практически нереально. период, скажем так, согласований занимает от 2 до 3 лет. Пока мы это будем согласовывать, паровоз уже уедет далеко вперед. Поэтому пункт первый. Мы считаем, что необходимо повышать и переподготавливать специалистов через систему ДПО и переподготовки профессиональной, что нам дает возможность самостоятельно разрабатывать эти программы, принимать на соответствующем учебно-методическом совете вуза и дальше, как говорится, обучать специалистов по соответствующим программам. А в перспективе 19-20 год выйти практически и закрыть тем самым, ну, грубо говоря, основные востребованные направления, которыми должен обладать именно специалист-городостроитель-менеджер МАК. Фундаментальные исследования. Почему я еще говорю, что не только обучение, потому что мы создаем учебно-исследовательский центр, и я считаю, что этот учебно-исследовательский центр должен заниматься и фундаментальными исследованиями, которые необходимы обществу, государству, ну и особенно власти. Прикладными исследованиями, вот эти, которые перечислены, это реально, которые на сегодняшний день очень востребованы, они позволят загрузить, во-первых, специалистов вузов, наших, ну и вузов-партнеров, которые к нам, возможно, подключатся. Текущий статус. Я не говорю про Свердловскую область, первый, второй, третий пункт, вернее, первый, второй пункт мы прошли довольно успешно, более того, замахивались даже на уровень как бы полпредства, да, Владимир Геннадьевич, но произошла смена там, пока сейчас не до этого, да, и, собственно говоря, лучше уже сразу выходить на профильные министерства, чем мы, собственно говоря, занялись. Учитывая, что ваш покорный слуга, который сейчас докладывает, является членом координационной группы Минстроя России по вопросам обучения и подготовки специалистов в отрасли, создан такой координационный совет, координационная группа. Я, ну, как бы, используя такой административный ресурс, через возможности общественной палаты, общественного совета при Минстрое России, который возглавляет степашем, прошли, собственно говоря, очень большую, ну, провели очень большую работу. Дважды наш проект рассматривался на профильных комиссиях. В итоге этих комиссий родился протокол за подписью двух представителей, в том числе отсутствующего, мы сегодня здесь, Пономарева Илья Вадимовича, как председателя комиссии, одной из комиссий. Более того, итогом всей этой работы через общественный совет явилось написание соответствующего обращения за подписью председателя общественного совета Минстроя России Степашина на имя министра строительства Якушева с просьбой поддержать этот проект, присвоить ему статус приоритетного и вывести на федеральный уровень. Ну, вот, собственно говоря, сейчас мы ждем ответа Минстроя на это обращение для последующего рассмотрения и закрепления этого решения на координационной группе, на той, о которой я вам говорю. На сегодняшний день разработаны и согласованы с Министерством строительства уже четыре образовательных программы по ДПО, две по нашей линии, две по линии Уральской архитектурно-художественной академии и Институт строительства, выиграв государственный контракт, начав разработку профессионального стандарта градостроитель-менеджер. Ну, вот, собственно говоря, ничего нам особо ни от кого не надо, кроме как поддержка со стороны Минстроя и Миноборонауки по согласованию на уровне Минтруда. В принципе, спасибо большое. Готов ответить на любые вопросы. Спасибо, Алексей Владимирович. Ну, у нас не остается, к сожалению, время на вопросы, и вообще время истекло, но тем не менее, я предлагаю потерпеть еще минут 10-15. У нас не все выступающие, ну, или я, так скажем так, не все смог упаковать в отведенное время. Я думаю, что это все равно интересно, особенно главным архитекторам Средловской области, что идет в будущем. И дальше выступление Денца Евгения Александровича, старшего преподавателя Уральского федерального университета, который непосредственно занимается подготовкой и предложением вопросов стандартов. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь быстро рассказать о том, что на сегодняшний день, за прошедший месяц, было сделано в рамках разработки профессионального стандарта и градоцитива менеджера. То есть, ситуация на сегодняшний день, высокая квалификация, компетенция главных архитекторов, мы начали именно с главных архитекторов муниципальных образований. То есть, сегодня востребовано при их реализации более чем 40 государственных программ. анализируя, используя там в том числе и собственный личный опыт, вот почему сохраняем название менеджера-гербостроителя, что часть функции по созданию комфортной среды именно для человека, она лежит не только в области главных архитекторов. То есть, и вот мы с коллегами пришли к выводу, что менеджер-гербостроитель, то есть, это в том числе главные архитекторы, но это специалисты с высшим образованием, которые прекрасно ориентируются в таких аспектах гербостроительства, как архитектура, планировка, застройка, реконструкция, благоустройство, инженерное обеспечение, инженерная подготовка территории, городской транспорт, экология городских пространств, экономика города и девелопмент, без этого сегодня никуда не деться, инвестиционная деятельность, юриспруденция, специализированная наша городостроительная, обязательно это социология, психология, конфликтология, многие другие вещи. То есть, получается, городостроитель-менеджер это чуточку больше, чем главные архитекты муниципального образования. То есть, мы вот к этому подошли. И анализируя сегодняшнее состояние, сегодняшний уровень квалификации, мы начали опять-таки с главных архитекторов муниципальных образований. То есть, выявили, что вот есть запрос на знания в законодательстве, его изменения, прежде всего. Значит, это в реализации стратегических и социально-экономических планов и развлечения. В геоинформационных системах сегодня это достаточно большая проблема. Ну, и взаимодействие с городскими сообществами, что на сегодняшний день тоже становится актуальным. А анализируя смежных специалистов, то есть, к этому дополнительно выявили, что теории градостроительства для этих специалистов не хватает. То есть, инженерно-технические направления деятельности никак не развиты у этих специалистов. Вы что же вот тут говорили, стрелок в Ухровской охране, это не самый лучший вариант. Поверьте мне, в других смежных отраслях там такая же ситуация. То есть, и зачастую наши города идут по пути, когда удивляешься, вроде как бы уже все давно известно, все в учебниках прописано, а делать совершенно не так. И в конечном итоге это все влияет на качество среды проживания. Сферы в Коперк необходимы компетенция для менеджера и градостроителя, то есть, это стратегическое управление, проектное управление, непосредственно само градостроительство, законодательная база, экономика и социология. То есть, это как объединение предыдущих сфер. Ног получилось 6. Ну, так. То есть, и в конечном итоге, проанализировав все это, мы вышли, что основная цель вида профессиональной деятельности и градостроительный менеджер, вот добавили муниципальный пока, это управление разработкой и реализацией документов муниципального образования в сфере стратегического планирования, планов социально-экономического и развития, градостроительной документации различного уровня с использованием методов проектного управления, моделирования, технологий биг-дэйл, геоинформационных систем для обеспечения условий устойчивого развития территории, рационального использования ресурсов, высоких стандартов качества проживания и баланса потребностей бизнеса и общества. Это то, к чему мы пришли за прошедший месяц. Это, естественно, не окончательно. Мы открыты к диалогу, в том числе вы получили на входе раздаточный материал, наши координаты все есть. Если у вас есть какие-то пожелания, мы всегда готовы выслушать и, я думаю, придем к компромиссию. Значит, нами также был проанализирован отечественный опыт. Наши коллеги с архитектурно-художественного университета проанализировали становление должности главного архитектора в нашей стране буквально с дореволюционных времен. Очень интересный анализ получился. И в том числе мы выявили, что в классификаторах профессии и специальности у нас нет архитектора муниципального служащего. Есть архитектор проектировщик. Главный архитектор сегодня ни в каких классификаторах главный архитектор муниципального образования ни в каких классификаторах не присутствует. То есть, это выпавшая такая вот ниша получилась. Это один из таких основных выводов. Проанализировали профессиональные стандарты за рубежом. То есть, это Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, ЮАР. Что здесь выяснили? Значит, есть некоторые схожие моменты. То есть, к примеру, система квалификации, как правило, привязана к уровню образования. То есть, средняя школа, бакалария, магистратура. То есть, это то, что сегодня у нас существует. И второй момент, это стандарты, построенные из модулей. То есть, модули могут быть использованы в профессиональных навыках разных специальностей. То есть, вот это то, что мы выявили одинаково. Но есть и различия. То есть, прежде всего, геродоцитетельная деятельность у нас, она приписана к строительному, стоит рядом с архитектурой и строительством. А за рубежом геродоцитетельная деятельность, она стоит рядом с муниципальным управлением. То есть, это вот принципиальное отличие. и стандарты профессиональной подготовки за рубежом сегодня выдвигают требования не только вот к профессиональным стандартам, но и уже к личности вот этого специалиста. То есть, мы на сегодняшний день пока, вот на наш взгляд, пока до этого не доросли, но это наши перспективы. последнее, что хочу сказать, то есть, с точки зрения содержания стандартов, можно выделить три сферы компетенции. Это вот личностные качества, делающие человека привлекательным и умелым лидерам и стратегам. Второе, это качество управленца, без которых невозможна реализация стратегии. И третье, это качество иргостроителя, неотъемлемое от функции пространственного планирования. Я дальше передаю слово Суслане Ивановне, это главный специалист в методической работе Межнострового Центра развития квалификаций Уральского Федерального Университета. И буквально в завершении еще несколько минут вашего внимания, уважаемые коллеги, я представляю методический ресурс проекта и сопровождаю группу по разработке профессиональных стандартов, то есть стою на страже нормы, которая есть у нас в России, связана с процедурными вещами разработки, экспертизы, согласования, утверждения такого рода документов, а также на страже методики функционального анализа, которая легла в основу разработки профессиональных стандартов всех в России. Сегодня в России уже реестр содержит порядка 1200 документов под названием профессиональный стандарт, влияющих своим содержанием и на образование, и на сферу трудовых отношений. Работодатели руководствуются этими документами в процедурах отбора персонала, аттестации, оценки персонала. Образование строит по образу и подобию образовательные программы, ориентированные на требования работодателя, изложенные в профессиональном стандарте. Поэтому наша с вами совместная задача сегодня погрузиться в содержание того проекта документов, который у вас в руках в бумажном варианте, и в нашей презентации есть фрагменты этого документа в электронном исполнении. Вы можете взять презентацию и ее использовать. Вы можете пройти по ссылке на сайт института, где размещен проект документа, и можете высказаться относительно всех содержательных компонентов, которые мы закладываем в содержание профессионального стандарта. После утверждения этого документа Министерством труда этот профессиональный стандарт сможет помочь формировать не только дополнительные программы, но и основные образовательные программы в сфере высшего образования тоже, потому что в соответствии со 122-м федеральным законом каждый профессиональный стандарт должен быть учтен в стандарте образовательном в кратчайшие сроки. Что есть в профстандарт, что в нем содержится, все это в нормативно-правовом поле в России сегодня уже конкретно закреплено, поэтому прежде чем предлагать как экспертам в области профессиональной деятельности градостроительства содержания, я рекомендую вам ознакомиться с методической стороной процесса разработки профстандарта. На сайте Министерства труда есть все необходимые документы. Нужно понимать, что мы описываем деятельность не с точки зрения обязанностей, которыми мы привыкли руководствоваться, а с точки зрения процесса деятельности результатов труда градостроителя менеджера, ожидаемого от него в муниципальном образовании. Мы описываем все компоненты профстандарта, это обобщенные трудовые функции, трудовые функции действия и знания и умения, четко понимая, что является объектом его деятельности, то есть какие трудовые производственные процессы он реализует, что является предметом его деятельности, то есть что изменяется под его воздействием профессиональным, а также в каком контексте, в каких условиях, какими методами при этом носитель квалификации пользуется. Структура профстандарта задана макетом, который утвержден и решением рабочей группы в качестве структурных компонентов проекта определены три обобщенных трудовых функции А, Б и С. Уровень квалификации, который соответствует, это шестой и седьмой, то есть уровень бакалавриата и магистратуры или специалитета. Вы можете содержание всех этих обобщенных функций еще раз посмотреть в ваших важных вариантах. Требования к образованию и обучению тоже вам будут не безинтересны. Пожалуйста, высказывайтесь и пишите нам по поводу того, что предлагается рабочей группой в содержании этого документа. Процесс профессионально-общественного широкого обсуждения проекта является обязательным с точки зрения федерального законодательства. Ни один профстандарт не может быть согласован Советом по профессиональным квалификациям в строительстве, не может быть принят к утверждению Национальным Советом по профессиональным квалификациям при президенте Российской Федерации и лечь в основу приказа Министерства Труда без широкого профессионально-общественного обсуждения. То есть нам ваше мнение собирать, нам аргументированно отказывать в ваших предлагаемых изменениях или соглашаться с ними и доказывать всем, что то, что мы создадим как продукт реально соответствует той деятельности, которую мы будем нормативно закреплять в этом документе. Адреса сайта, где расположен проект вашему вниманию на данном слайде предложены. Контакты, телефоны тоже. Евгений Александрович это носители квалификации, которые могут задавать вопросы, а где у вас вот та или иная функция. Я представляю все-таки методическую сторону, поэтому все, что касается применения профессиональных стандартов или отображения и в правильной методической позиции требований, это Яшинявская Светлана Ивановна. На этом, пожалуй, я готова завершить свою пламенную речь и приглашаю всех к деятельному участию в процессе разработки экспертизы документов. Спасибо, Светлана Ивановна. Ну и несколько слов к завершению нашего мероприятия. Ну да, поаплодируйте, я выдаю. Повторюсь, основные мысли. То, что мы наметили и сегодняшнее мероприятие, это часть подготовки того самого стандарта, о котором мы сегодня говорили. Повторю главную мысль. Спасение нашей профессии, это дело нашей группы. За нас никто это не сделает на самом деле. И насколько качественно и единодушно мы поддержим создание профессионального стандарта главного архитектора муниципалитета, настолько он, надеюсь, и будет успешен. С точки зрения его легализации мы, наверное, сначала начнем на территории Свердловской области и программу Максим на территории Российской Федерации, чтобы главные архитекторы имели специальный дефлом главного архитектора муниципалитета. Ну, на этом мы, наверное, и завершим наше сегодняшнее мероприятие. Оно для нас, повторюсь, было крайне важно. И крайне важно нам услышать ваши предложения в рамках создания стандарта. Спасибо. 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 Спасибо.